Сава. В связи с уходом Жириновского сейчас в России главный клоун Кадыров. Его клоунада хотя и похуже, чем у Жирика. Тумсок, чему эти дешёвые ролики? Для чего? Когда весь мир над тобой смеётся? Ну не знаю, может быть он считает это... Избивать приехавшего на отдых в Турцию человека только из-за того, что он работал в органах, не имея даже доказательства его вины, такое даже заключённые не делают. Это разве красит Ичкилицев? И если ты скажешь, что быть готовым жить бедным и свободным это неправильно, то я скажу, что ты раб. Видел выступление Адама в Госдуме, ты видел? Позор. Я не смотрел, честно скажу. Я просто почитал новость об этом. Но смотреть то, что он там несёт, мне не интересно. Мне смотреть Делимханова, наверное, ещё труднее, чем смотреть... Кадырова. Потому что, ну, они примерно по уровню интеллекта, наверное, где-то на одном уровне. Но этот вынужден постоянно вылизывать этого. От того хотя бы мы самовылизывание какого-то, да, мы видим, что он сам себя там может подлизнуть. Но когда ближут его, то есть, а речь другого человека на 80% состоит из вылизывания этого, ну, вообще как-то тяжело это всё смотреть. Поэтому я, честно говоря, его, всю эту речь не смотрел. Ты заметил, в последнее время Кадыров не очень хорошо выглядит. На лице видно, что он чует, что его конец очень близок. Ну, я не знаю насчёт того, что он там чует или нет, но выглядит он реально очень нехорошо. Связано ли это с его здоровьем или просто чувак, в принципе, запустил себя, располнял, не знаю. Выглядит он, конечно, отвратительно. В связи с уходом Жириновского сейчас в России главный клоун Кадыров. Его клоуна, да, хотя и похуже, чем у Жирика. Тумсок, чему эти дешёвые ролики? Для чего? Когда весь мир над тобой смеётся. Ну, не знаю, может быть, он считает это чем-то гениальным. Ему, наверное, нравится. Я вообще думаю, что у них немножко по-другому это всё оценивается. Они, помните, знаменитую вот эту вечеринку, устроенную в день чеченского языка, что ли, или чеченской матери. В какой-то день он пришёл в кольчуге, такой наряжённый с какими-то доспехами, помните? И когда это стало подниматься на смех во всём этом мире, а я помню, как его приспешники стали выкладывать, значит, типа коллажи такие делать, каких-то, значит, европейских там лидеров в их нарядах, допустим, где они там где-то появлялись, может, в каких-то нарядах, и типа вот Кадыров, типа, смотрите. И вот они, наверное, реально с этого, ну, они думали, наверное, что это очень круто, они что-то там противопоставляют. Но проблема в том, что, ну, и даже если где-то какой-нибудь европейский лидер что-то себе подобное позволил, это чуть не меньше смешно, чем то, что сделал Кадыров. То есть это не оправдывает его действия. А у них как-то по-другому они на всё это смотрят. Они, наверное, думают, что это очень круто. Вот он выйдет в кольчуге, и весь мир испугается. О, он же вышел в кольчуге, смотрите, какой он страшный, подумает. Байден, допустим. Наверное, так они думают. Я не удивлюсь, если вот это реально такое мышление, что надо мир пугать, надевать кольчугу. Когда, помните, министр внутренних дел с двумя гранатомётами стоял и что-то там угрожал Америке, помните этот момент? Ну, он же действительно думает, наверное, что это страшно, что в Пентагоне посмотрят это видео, и всё, там, все просто уйдут в месячные отпуска. Им нужно будет где-то лечиться от психического расстройства. Как ты считаешь, Дудаевы и Радуевы прям действительно так ностальгировали и любили времена СССР? Иногда казалось, что они сторонники идеи коммунизма. Ну нет, конечно, сторонниками идеи коммунизма их назвать нельзя. Но при этом это люди, которые родились и выросли в этом режиме, и многие моменты, возможно, даже их ностальгирование по этой теме, оно в принципе понятно. Я вообще много встречал взрослых людей, которые прям по некоторым вопросам Советского Союза прям ностальгируют. Есть такое. Но это как, знаете, там, где ты родился, вырос, у тебя бывают какие-то вот эти отсылки. Избивать приехавшего на отдых в Турцию человека только из-за того, что он работал в органах, не имея даже доказательства его вины, такое даже заключенные не делают. Это разве красит Ичкирицев? Я думаю, не у меня-то должен спрашивать. Если я бы участвовал в избиении, кого бы то ни было, ты бы меня спросил. А так надо спросить у тех, наверное, у тех негодяев, кто это сделал. Надо спросить, за что они побили человека. Может, причина какая-то там была. Может, на него есть конкретный кейс, что этот человек, значит, издевался над кем-то. В общем, не знаю. Не ко мне этот вопрос. Я, как вы знаете, против насилия. Вообще никогда никого не избивал. Одного чувака с молотком, правда, пришлось немного отмудохать. Но это была чисто идеальная самозащита. Выборы просто меня не оставили. А так я вообще противник всякого насилия. Вы бы возрожденный Ичкирии хотели бы тот старый флаг в качестве символики или уже новый измененный? Во-первых, у нас флаг не изменен. У нас государственная символика, она утверждена. И если мы ее захотим изменить, то мы должны это делать в соответствии с законом. Мы не можем просто так каждый взял и что-то там нарисовал. Это касается, кстати, уже сегодня мы видим там некоторые в свои вносят какие-то изменения. Они, конечно, недействительны. Флаг, он уже есть, герб он есть, он прописан. И его никто изменить не может, кроме как по закону. То есть, если сам народ захочет это изменить, они это изменят. А так, конечно, мы сегодня под нашим знаменем хотим вернуть наше государство. Салам алейкум. Ну, скажи, ты сам себя считаешь политиком, как тебя представляют? Алейкум асалам. Нет, я сам себя как политик не позиционирую. Я являюсь просто блогером. Мне вообще нравится, когда меня представляют просто как чеченского блогера. Но многие представляют меня как политика, оппозиционера, правозащитника и так далее. Я предпочитаю, когда меня представляют просто блогером. Я не согласен, когда ты говоришь, что мы готовы жить бедно, но свободно. Такая формировка неправильная, потому что мы должны хотеть по умолчанию жить и свободно, и богато. Но ты, конечно, волен считать, как ты хочешь. Но, однако, хотеть одно, а быть готовым – это другое. Если ты скажешь, что быть готовым жить бедно, но свободно – это неправильно, то я скажу, что ты раб. У тебя рабское мышление. Если ты не готов быть бедным, но свободным, если тебе хочется… А, ну, если бедным, то нет, свободным, а не хочу. Если у тебя такое мышление, то у тебя мышление рабское. Мне придется тебя огорчить. Все. Эх, потом. Томсо, давно хотел тебе сказать. Мы питаемся светом твоей мудрости. Что мы можем сделать, чтобы продлить твои эфиры, и тебя слишком мало? Эх, брат, баррак, лох, фиг, брат. Но мы, значит, изменили формат. У нас раньше было полтора часа, мы изменили на час, потому что статистика показывает, что так эти эфиры, они более продуктивны, просматриваемы. И так удобнее и мне, как бы, работать, и вам меня смотреть. Поэтому давай, наверное, доверимся статистике и сохраним этот формат. Почему русских варламов заботит качество русского языка у народов бывшего совка? Стоит ли монголам требовать русских знания монгольского языка? Ну, вопрос русского языка, и вообще вопрос даже кириллицы, он у них настолько болезнен для России, когда казахи, по-моему, да, хотели, и до сих пор хотят перейти на латиницу. И там прямо это так воспринимается, о, там, типа, от кириллицы отказываются. Ну, сидит это все равно во многих россиянах, это великорусская идея, этот шовинизм, он сидит в них. Что ты думаешь про диктатора Эммали Рахмона, президента Таджикистана, как он воюет против ислама? Я презираю этого человека, хоть я и не могу сейчас вот конкретно про него там, да, рассказать конкретные случаи и так далее, но я прекрасно понимаю, из какой серии этот человек. Понятно, что какого-то хорошего мнения о нем быть не может. Но Эммали Рахмон это диктатор в Таджикистане, и вопросы по нему нужно задавать таджикам и представителям других народов, проживающих в этой стране. Там должны быть свои активисты, блогеры, кто может по поводу него дать какие-то конкретные разъяснения. У меня лично к нему крайне негативное отношение. Субтитры создавал DimaTorzok